Здравствуйте, с вами Александр Антипов, ваш бессмертный ведущий самых жарких новостей по информационной безопасности. Да не застанет тьма нашей бешеной души. Далее в выпуске. Ничего святого, хакеры лишили голландцев главного удовольствия в их жизни. Самый страшный кошмар финансовой системы. Чего боится экономика? И бешники на дом. Новая услуга от ФБР. Киберапокалипсис. Начало в нашей рубрике ТОП-инцидент. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. На ель ворона сгромоздясь, позавтракать совсем уж собралась. Да позадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близехонько взломала. Басня Крылова «Ворона и лисица» имеет непосредственное отношение к первой новости этого выпуска. Киберпреступники окончательно утратили моральный облик и покусились на самое святое из законных удовольствий. Отняли у голландцев сыр. Транспортная компания из Голландии Беккер Логистик подверглась атаке вымогательского ПО. Зловред зашифровал все устройства в компьютерной сети компании. Действия злоумышленников имели серьезные последствия в реальном мире, ухудшив качество жизни обычных людей. Беккер Логистик является крупнейшей транспортной компанией в Голландии. Услуги складирования, транспортировка продуктов – все это делает компания для веселых голландских супермаркетов. Но после вмешательства хакеров смеха с каждым днем становится все меньше и меньше. Остановились операции по транспортировке и сервису продуктов питания. Компания не могла получать заказы от клиентов. Определить, где на складах находятся те или иные продукты, оказалось невозможным. Вот что на этот отчет говорит Тон Верховен, глава Беккер Логистик. Вы видели эти склады? Они не просто большие, они огромные. Тут недостаточно просто посмотреть на полку. Настоящий хаос. Мы также не могли планировать транспортировку. У нас 100 грузовиков. Распланировать вручную такое количество маршрутов просто невозможно. Верховен завелся не просто так. Все вышеперечисленное привело к острому дефициту продуктов крупнейшей нидерландской сети супермаркетов Альберт Хейн. Однако самым большим ударом для голландского потребителя супермаркетов оказался дефицит сыра. К счастью, не все так плохо. Беккер Логистик может восстановить поврежденные системы из резервных копий. Компания уже начала согласовывать действия с клиентами по возобновлению поставок. Какой именно кибервымогатель атаковал Беккер Логистик, не уточняется. Но нам известно, что доступ к системам компании злоумышленники получили через прокси Логон Microsoft Exchange. Удивительно, насколько просто киберпреступникам удалось вызвать полную неразбериху в реальной жизни и даже спровоцировать нехватку продуктов питания. Стоит ли говорить, что если бы господин Верховен проверил свои системы на киберполигоне The Stand-Off, подобного бы никогда не случилось. Чем хороша цифровая безопасность? Она позволяет не отказываться от получения удовольствия в реальности. Голландия – это настоящая столица законных удовольствий. Выставки современного искусства, цветы, музей Мадам Тюссо, цветы, магазины кофе, цветы, цветы, много цветов. И, конечно же, сыр. Создавая реальную безопасность, мы и живем в высшей степени реально классно. Защищая систему, мы защищаем людей. Еще до начала времен считалось плохим знаком посмотреть 13 выпуск жарких новостей и не подписаться. Не шутите с приметами. Вот инструкция против сглаза от Антипова. Подпишись, поставь колокольчик, поставь лайк, оставь комментарий. Сделали? Чувствуете? Теперь вы в безопасности. А мы летим дальше. Если бы великий писатель и мистик Николай Васильевич Гоголь захотел бы написать книгу о великом чудище финансовой системы, то ее название было бы следующим. «Вечера на хуторе близ кибератаки». Финансисты и прагматичные ребята. У них на счету каждый доллар. Представляете, как им тяжело осознавать, сколько денег каждый день теряется из-за кибермошенников. И кажется, куда больше, хватит, успокойтесь. Но нет. Вкус денег для хакеров, как куст крови для вампиров, невозможно. Остановиться. Проблема киберпреступности вышла на новый уровень и всерьез угрожает мировой финансовой системе. Председатель Федеральной резервной системы Джером Павлов заявил, что кибератаки являются основной угрозой мировой финансовой системы. Кредитные риски или риски ликвидности, ставшие причиной мирового финансового кризиса 2008 года – все это сказки по сравнению с тем ущербом, которому может привести мировая киберпреступность. Не верите Антипову? Джером, тебе слово. Я бы сказал, что риски, за которыми мы сейчас следим пристальнее всего – это киберриски. Так что вам следует побеспокоиться о событиях в киберпространстве. Это очень тщательно контролируется правительством, включая ФРС и частными предприятиями, в том числе финансовыми компаниями, которые вкладывают в это значительные средства. И я бы сказал, что это реальный риск, а не то, что выглядит как глобальный финансовый кризис. По мнению главы ФРС, одним из худших сценариев развития событий является ситуацией, в которой хакеры могут отключить глобальную финансовую систему. Действия злоумышленников могут привести к отключению секторов и даже целых слоев финансовой системы. Правительство и частный бизнес всерьез обеспокоены из-за этих угроз. Так ведь, Пауэлл? Мы тратим очень много времени, сил и денег на защиту от таких вещей. В настоящее время кибератаки на все основные институты существуют ежедневно. И правительство работает над этим, как и компании частного сектора. Чтобы справиться с этими угрозами, нужно приложить немало усилий. Это большая часть картины угроз в современном мире. Действительно, неприятные вести пришли к нам с Запада. Однако, у меня есть, что на это сказать. Есть одно место, где каждый год этих опасений становится все меньше и меньше. Люди, которые создают это пространство, делают все, чтобы сделать этот мир более безопасным. 20-21 мая в Москве пройдет самый крупный форум по практической безопасности Positive Hack Days. Каждую неделю мы будем разыгрывать по одному билету на мероприятие. Для всех победителей я, Александр Антипов, лично устрою экскурсию по форуму. Мы будем слушать интересные лекции, знакомиться с организаторами, а еще у вас будет возможность подержать в руках фирменный меч. Победителем второго этапа становится пользователь с ником Ю, с его упоминанием российской киберфермы. Объявляя розыгрыш третьего билета. Третий конкурс посвящается теме прошлого по Head Days, а именно взлому констант. Во все времена новое поколение открывало нечто такое, что заставляло мир двигаться в новом направлении. Ставьте хэштег PHDays и пишите, после взлома какой константы в 21 веке мир уже никогда не станет прежним. Делитесь своими ответами в комментариях. Приходи на PHDays. Защита компьютерных систем перестала быть головной болью админов и перешла на государственный уровень. Не можешь установить патч? Киберспецназ ФБР спешит на помощь. Правоохранительные органы впервые предпринимают столь масштабные действия для предотвращения кибератаки. ФБР получила разрешение у Минюста на доступ к сотням серверов с установленными уязвимыми версиями Microsoft Exchange Server. На этой неделе ФБР получила разрешение от Минюста на доступ к сотням компьютеров на территории США с уязвимыми версиями Microsoft Exchange Server. ФБР удалит установленными хакерами веб-оболочки, тем самым заблокировал злоумышленникам дальнейший доступ к этим системам. Принятые американскими властями меры являются ответом на массовые кибератаки, в ходе которых эксплуатировалась уязвимость Microsoft Exchange Server, известные как ProxyLogon. Во время атак одна из китайских киберпреступных группировок установила на серверах веб-оболочки China Chopper, оставив лазейку для дальнейших злонамеренных действий. Как сообщается, ФБР удаляет райан путем отправки команд через установленную веб-оболочку. Команда заставляет сервер удалять только ее, идентифицировая по уникальному пути к файлу. Другими словами, чтобы устранить уязвимость, белые хакеры из ФБР получили несанкционированный доступ к чужим почтовым серверам. Стоп! 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 В этом месте возникает масса вопросов. Каким образом был получен подобный доступ? Какие еще действия, кроме установки патчей и устранения уязвимости были произведены в действительности? Почему для установки патчей требуется судебный ордер и ФБР? Выходит, что корпорация Microsoft с капитализацией в 2 миллиарда долларов почему-то не смогла установить обновления своими силами? Недавно Microsoft устранила несколько опасных уязвимостей в Microsoft Exchange Server. Я рекомендую оперативно установить эти обновления на ваши сервера. Уважаемые дамы и господа, у меня для вас пренеприятнейшее известие. Киберапокалипсис не за горами. Восстание армии машин в сопровождении с техногенными катастрофами это не новая часть Терминатора, а вполне возможное реальное будущее. И это не преувеличение. На этой неделе произошло событие, которое может привести к катастрофическим последствиям для всего человечества. С ужасом я объявляю нашу постоянную рубрику ТОП-Инцидент. Исследователи обнаружили ряд уязвимостей, затрагивающих миллионы серверов, промышленных и умных устройств. Уязвимости, получившие название NameWreck, связаны с тем, как TCP и IP стейки обрабатывают DNS-трафик. Эксплуатация уязвимости позволяет вызвать состояние отказа в обслуживании или удаленно выполнить произвольный код. Таким образом, словомышленники могут отключить целевые устройства или перехватить контроль. В общей сложности эксперты выявили 9 уязвимостей в 7 из 15 TCP IP стеков. В данном случае исправления не являются панацеей. Большая часть оборудования может находиться в удаленных местах, не поддерживать механизмы обновления по воздуху. Многие устройства, использующие уязвимые TCP и IP стеки, могут оставаться необновленными на протяжении нескольких лет. А некоторое оборудование вообще останется уязвимым до тех пор, пока не будет выведено из эксплуатации. Ситуация более чем серьезная. По оценкам экспертов, уязвимости могут затронуть 10 миллиардов устройств. Более 3 миллиардов устройств работают на Nucleus RTOS с использованием стека Nucleus TCP IP. TradeX RTOS только в 2017 году развернуло 6,2 миллиарда устройств со стеком NETX. FreeBSD работает на устройствах в миллионах сетей. Эксплуатация обнаруженных уязвимостей может иметь катастрофические последствия. Стек Nucleus NETTCP IP развернут на объектах здравоохранения, в IT и критически важных системах. FreeBSD работает на высокопроизводительных серверах. NETX используется в том числе и в устройствах медицинского назначения, автомобильных решениях и даже в космической отрасли. Страшно представить, что могут сделать слоумышленники, получив доступ к этим системам. Такие дела. Наш 13 выпуск закончился несколько апокалиптично. А дальше будет еще круче. Ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал, если хотите узнать, чем все это закончится. А еще я хочу сказать спасибо всем, кто отправил мне смс-сообщение с хэштегом Бабки Антипова. Я несколько часов удалял ваше смс-сообщение и заучил новые обороты нетрадиционной русской речи. Проверяйте свои банковские счета. Кто-то из вас оказался победителем. С вами был Александр Антипов. До встречи в следующий понедельник. Ты Влад Кадони, давай. Самый страшный конс-шмар. Но после... и из-за... и по транспортировке, и фулфим. Туда-сюда. Туда-сюда. Давайте продолжать, продолжать. Делитесь своими ответами. Сюда, да. Сюда, да. Стоп, да стоп. Стоп. Да пи***ц наступил, блин. А еще я хочу поблагодарить. А еще я хочу поблагодарить. А что не то? А что не то? Я вообще не вижу. Мне может не чувствует разница. Стоп. Сейчас. Ну, заднемы. Да, будет. Ура! 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 Ура!